Здравствуйте! Все мы знаем, что на бедной почве хорошего урожая не вырастить. А как повысить плодородие почвы? Конечно, лучше всего повышает плодородие почвы внесение навоза или перегноя. И нужно его не так уж и мало, а килограмм на квадратный метр. Но, особенно если вы горожанин, хороший навоз найти сейчас очень трудно. Для этого нужно иметь как минимум свое хозяйство, либо идти в магазин и там покупать уже готовый компост и готовый перегной. Повысить плодородие почвы можно и посадки седиратов. Когда грядки начинают освобождаться от урожая, а это происходит после того, как мы выкапываем лук, чеснок, потом освобождаются грядки от огурцов, освобождаются грядки от кабачков. А до выпадения снега еще далеко, вот эти пустые участки сразу же будут засеяны сорняками. И на следующий год на этих участках мы будем героически полоть, а сорняки до холодов еще успеют и зацвести, и бросить семена в землю. Вот чтобы этого не произошло, надо засевать освободившиеся участки седиратами. Лучше всех это белая горчица. Очень хорош люпин однолетний и очень хороша фацелия. Где-то в начале октября отросшие седираты, а они быстро наращивают зеленую массу, мы их скашиваем, измельчаем и закапываем в почву. И вот такое внесение седиратов заменяет три с половиной килограмма навоза на квадратный метр. То есть мы улучшим с помощью вот этих зеленых удобрений почву еще даже лучше. А если мы польем наши грядки байкалом после внесения седиратов, то мы не только улучшим, но еще и оздоровим почву. И на следующий год она нам скажет только спасибо и отплатит хорошим урожаем. Еще нужно улучшать почву раскислением. Когда мы вносим удобрения, мы уже закисляем почву и поэтому раз в 5-7 лет нужно почву раскислять. Раскисляем почву внесению известили доломитовой муки. Также растения много забирают минеральных веществ фосфора и калия из почвы. Вносим калий и вносим фосфор в почву. Но если вы в этом году осенью внесли раскисляющие материалы, особенно известь, но и доломитовой муку это тоже касается, то фосфорные удобрения мы одновременно не вносим, потому что раскислители с фосфором входит, образуют нерастворимые соединения и растения, будучи удобренным, питание не получают. Вот эти вот соединения фосфора и раскислителя недоступны для растений. Калий вносить лучше всего, хлористый. И он хлора за зиму освободится, он уничтожит часть патогенной микрофлоры, а калий останется. И он будет питать растения на следующий год этим питательным микроэлементом, как калий. А сейчас уже нужно планировать грядки, где и что вы будете сажать на будущий год. Под огурец, картофель, капусту и кабачки можно вносить свежий навоз осенью. А вот по скороспелые овощные культуры свежий навоз вносить нельзя ни осенью, ни весной. Вносим только хорошо созревший перегной. Вот такое улучшение и структуры, и плодородия почвы поможет вам получить хороший отменный урожай. Я думаю, этому же способствуют и мои советы.